Мы в Гюникёй, в дагестанском селе, расположенном в Турции. Здесь кавказские семьи обосновались более 140 лет назад. Местные жители, оторванные от родных земель, на протяжении десятков лет сохраняют свои традиции и обычаи. Живописная, окруженная холмами и лесами. Местность, которую выбрали переселенцы из Дагестана еще в далекие 1870-е годы, завораживает своей красотой. Здесь проживают более тысячи человек. Еще со времен основания это поселение известно как Малый Дагестан. Во всей Турции Гюникой – это деревня, которая вносит самый большой и неоценимый вклад в сохранение и развитие кавказской культуры. Здесь бережно относятся к своим истокам и к исторической родине. На селении Гюникой составляют дагестанцы преимущественно аварского происхождения. Наряду с ними в селении проживают лесгины и даргинцы. Деревня была основана шейхом Мухаммадом Медини во время миграции дагестанцев на османские земли. Я прямой потомок Мухаммада Медини, основателя села. Это место для нас очень ценно. Мы благодарим дедов, что они основались именно на этой территории. Культуру тоже они сберегли и передали нам из поколения в поколение. Правда, на родном языке молодежь уже мало разговаривает, но еду традиционную любят все. Бабуля с дедом переехали сюда. Они турецким не владели, разговаривали на аварском. Они пели нам песни, и мы выучили родной язык благодаря им. Я очень полюбил эти мотивы. Хотите, даже вам прочитаю. Сквозь пять поколений горцы из Анатолии сохранили дагестанский характер, дух и традиции гостеприимства. Воплощение этих качеств Бедия Яман. В этом году ей исполняется 98 лет. Такие долгожители, кстати, в селе не редкость. Бедия признается, что ни разу не была в Дагестане, но душа всегда тянется. Мама моя посещала Дагестан. Там у нее оставались родные братья и сестры. Тогда я тоже хотела с ней поехать погостить, но я была замужем уже тогда, и муж не разрешил. Сейчас я уже старая, но все равно хочется посетить Дагестан. Попадая сюда, ощущение, что ты в другой стране, вдали от родины, сразу же исчезает. Настолько родная и знакомая атмосфера, будто оказалась в одном из аулов Дагестана. Знакомый аварский язык здесь звучит в каждом доме. Правда, говорят, на нем в большинстве своем старшее поколение. Любовь к хинкалу тут у многих в крови. Хозяйка мясного кафе Хайлиме рассказывает, несмотря на огромное количество разнообразных рецептов, особое место занимает все же блюдо из теста. Мы стараемся здесь сохранить свою культуру. Очень любим национальную еду. Курзе, чуду. Что сейчас я и готовлю. Все эти рецепты передали нам наши предки, и мы бережно храним их для последующих поколений. В день, говорят хозяева, кафе в среднем посещают около 50 человек. Это туристы, сами местные жители. Это кафе мы открыли где-то 2-3 месяца назад. Многим нравится кавказская еда. Да я и сама очень люблю традиционные блюда. Хинкалы, лепешки из муки ржаной, кукурузной, дагестанскую халву. Все это мы до сих пор здесь готовим. Все мои дети тут живут. Однако там, в Дагестане, у нас очень много родственников. Мы поддерживаем связь. Они часто гостят у нас. Портреты имамы Шамиля, живописные пейзажи, картины с горцами. Мурат Кен 7 лет занимался изготовлением кораблей. 22 года проработал на порту в Мармаресе. Как вышел на пенсию, приехал в деревню и занялся плотничеством. Эту мастерскую я назвал в честь своего друга покойного Тунча. Это фото с ним для меня очень ценно. Это память как о нем, так и о Дагестане. Он успел побыть на исторической родине. Я пока еще, к сожалению, нет. То времени не хватает, то разные обстоятельства. Очень хочу попасть в дом деда. В каждой работе национальный колорит. Самурат, этнический дагестанец, предки села Кикуни, правнук шейха Мухаммада Медине. Очень много людей из России посещают мою мастерскую. В основном гости из Кавказа, Татарстана. Кто приезжает посетить наше село, обязательно заглянут ко мне. В мастерской мы учим детей к различным ремеслам. Много студентов из университетов тоже заглядывают на практику сюда. Все, что здесь находится, это частичка воспоминаний. Это дороже, чем деньги. Многие хотят купить некоторые изделия, но я это не продаю. Приобщает гюникёйцев к искусству и шебнем Алтунтаса. Благодаря ей писать картины умеет чуть ли не каждый второй местный житель. Приходит сюда от мала до велика. Во время пандемии нам пришлось переехать в Гнейкой. Здесь родилась моя мама. Мы тоже этнические дагестанцы. Я 18 лет преподавала рисование в Стамбуле. Во время эпидемии коронавируса мы переехали сюда. И уезжать уже не захотели. Здесь так спокойно и душевно. Местные женщины, узнав, что я остаюсь, попросили открыть курсы изобразительного искусства. Я с удовольствием поддержала эту инициативу. Нас интересуют кавказские мотивы. Мы стараемся затрагивать в наших работах историю, быт и культуру предков. В целом Гюникёй – олицетворение места, где гармонично сочетается прошлое и настоящее. Только здесь можно встретить сначала Ослика, а потом в трех метрах от него суперсовременный автомобиль от компании Тесла. Наша республика для турецких дагестанцев больше, чем историческая родина. Это слово местные жители произносят вдохновенно, как молитву. Почти все они хотят посетить нашу республику. Удивителен тот факт, что портреты Имама Шамиля и других известных дагестанцев встречаются тут порой чаще, чем на родине. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Юникёй. Турция.